Приветствую вас, дорогие мои стрельцы! С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на сентябрь. Узнаем, что уже вас ожидает в этом месяце, какие события, какие сюрпризы, какие тайны. Ну и, конечно же, обязательно спросим в конце на посошок совет. Совет Оракула Затмения. Итак, основные события этого месяца. Прежде чем приступить к раскладу, мои хорошие, хочу вам сказать большое-большое искреннее спасибо за ваши сердечные комментарии, за вашу поддержку и, конечно же, за ваши донатики, конфетки, монетки. Еще раз огромное-огромное вам спасибо. Ну, а я сейчас приступаю, как говорится, к исполнению своих прямых обязанностей, то бишь к раскладу. Начнем, как всегда, с вашего настроения, с вашего настроя. Шестерка жезлов. Отличное настроение. Для кого-то это сделать последний рывок. Для кого-то закончить некий процесс. Причем закончить не просто так, а вот именно с хорошим результатом. Для кого-то намерение куда-то съездить. Решить какой-то важный для вас вопрос. Возможно, провести какой-то разговор, какую-то встречу. Ну, скорее всего, делового характера, но и не исключено, друзья мои, что и любовного характера. Но в данном случае вот именно завершающий, завершающий этап некого действия, некого мероприятия. Ну, в любом случае, учитывая, что это карта победы, значит, настрой и у вас именно с этой целью. Победить, выиграть, получить, завершить, закончить какой-то процесс. Ну, и либо как бы не исключено, что и куда-то наконец-то поехать или переехать. Ну, давайте посмотрим, что покажут события. Начнем с отношений. Сердечных отношений. Ну, колесо фортуны, друзья мои, это, во-первых, старший аркан. И это уже как бы знак, что настолько колесо закрутилось, что, в принципе, остановить его уже нельзя. То есть, те перемены, которые могут случиться, они уже случились, они уже в процессе. И, в принципе, что-либо поменять практически невозможно. Насколько глобальны эти перемены, скоротечны или неожиданны, стремительны, ну, тут, конечно, сложно сказать. И у каждого, в общем-то, будет по-своему. Вот, у кого-то будет начинаться с маленького ручейка, перемены имеются в виду, а у кого-то, как говорится, резким рывком, прорывом или каким-то шагом. Это касается и тех, у кого есть пара, и свободных. Ну, что касается свободных стрельцов, здесь, скорее, речь идёт о том, что может поменяться ваше отношение. В какую сторону, не знаю. Отношение именно к созданию нового союза, к прошлым каким-то отношениям. Как бы своего рода перезагрузка произойдёт. Да, кто-то может поставить точку в поисках и сказать, что всё, в сентябре я отдыхаю. Не занимаюсь этим. Мне это неинтересно или я займусь другими делами. А кто-то, наоборот, начнёт свои поиски. Ну, каким способом, методом, как говорится, тут не будем выяснять. Тут всё по-разному может быть. Но, тем не менее, эта тема может для вас стать приоритетной в сентябре. Вот такие пирожки. Ну, что ж, давайте идём дальше. Что там у нас с работой? Угу. Двойка жезлов. Выбор, друзья мои. Выбор и ещё раз выбор. Ну, выбор между, может быть, двумя предложениями. Если вы в поиске работаете. Да, в принципе, не только в поиске. Вам могут предложить что-то новенькое и при наличии уже какой-то работы. Но, тем не менее, возможно, выбор между наймом или работой дома, фрилансером или каким-то семейным бизнесом. Может быть, для кого-то, друзья мои, выбор, как себя вести, как себя поставить, какую планку взять, изменить, возможно, отношения между коллегами, между начальством. То есть поменять приоритеты. Что важнее? Ну, в любом случае, вот эти колебания уже говорят о том, что как бы лёд тронулся. Если до этого было тихо, спокойно, то в сентябре что-то вас либо взволнует, либо вам кто-то предложит что-то, либо появятся новые идеи, новые мысли и новые намерения. Не сказать, что сентябрь в профессиональной деятельности ознаменуется какими-то яркими изменениями, вот именно практическими изменениями. Нет, вполне возможно, что вот это пройдёт всё на уровне вашего внутреннего какого-то осознания себя в профессиональной деятельности. Так, а что там у нас с атмосферой в доме, погодой в доме? Ну, девяточка чаш, друзья мои. Всё прекрасненько, всем вы довольны, всё вас устраивает. Тут, как говорится, я даже больше скажу, вполне возможно исполнятся какие-то ваши самые-самые сокровенные мечты, касающиеся дома вашего, семьи, вот такого, вашего очага домашнего, вашего гнезда. Ну, даже глядя на карту, вы сами видите, что действительно всё, что хотелось, всё получено, всё сбылось, всё свершилось. Ну, что ж, прекрасно и слава Богу. Ну, а что с деньгами? Иерафант. Ещё один старший аркан. Ну, конечно же, данная карта нам не говорит о каких-то вот ярких поступлениях денег, но, тем не менее, учитывая, что действительно это старший аркан, похоже, что в этом месяце вы получите какой-то очень важный совет, совет, касающийся финансовых операций. Может, что-то будет связано с финансовыми операциями внутри вашего рода, связанной с вашими родственниками, с семьёй. Не исключено, что с передачей, с передачей энной суммы вам в дар, в наследство, как бы получите благословление на что-то, на что не знаю, получите добро на владение финансами, какими-то денежными ресурсами. Для кого-то этот аркан может проиграться как актом своего рода милосердия, получения помощи от кого-то, либо оказания помощи с вашей стороны кому-то. Ну, скорее всего, вот именно по родственной линии здесь идёт. Вот у кого есть некие проблемы, связанные с финансами, да, то здесь вполне возможно речь идёт о том, что эта проблема разрешится. Ну, может быть, разрешится с помощью высших сил или каких-то обстоятельств. Ну, вот так сложились обстоятельства, и ситуация повернула в вашу пользу. И проблема, так скажем, рассосалась. Не будем уточнять, каким образом, но тем не менее. Вот как-то так мне видится, друзья мои, ваша финансовая сфера. Ну, что ж, тоже неплохо. Идём дальше. Ваше общение с самым-самым ближайшим окружением. Друзья, коллеги, соседи, знакомые, подруги и так далее. Ну, выпала карта шут. Ну, что ж, в данном случае речь может идти об обновлении отношений. То есть появятся новые контакты, новые связи, близкие. Всё-таки мы ближайшее окружение с вами рассматриваем. Также не исключено, что с некоторыми людьми у вас полностью поменяются взаимоотношения. Причём кардинально. Также есть вероятность того, что вы увидите в новом свете некоторых персонажей. Либо вы к ним поменяете отношения, либо они к вам поменяют отношения, откроются, как говорится, с новой стороны. Но это будет неожиданно, друзья мои, для вас. Неожиданно. Может, связано с обстоятельствами, может, с ситуацией. Бывает так, что дружишь, как говорится, 10-20 лет с другом или подругой, и в один прекрасный момент вдруг видишь, что человек-то совсем-совсем другой. не такой, каким вы его видели или её видели. Да, такое тоже бывает. И вполне возможно, что именно вот этот момент кого-то из вас может ожидать в сентябре. Так, ну а теперь давайте поговорим о сюрпризах. о сюрпризах. Что же там такого интересненького? Десятка жезлов. Ну, вообще, конечно, данная карта всегда говорит о появлении каких-то новых обязательств, когда они сваливаются на голову неожиданно. Причём даже много обязательств. Может быть, и много работы. Но, да, это может для вас явиться сюрпризом. Опять же, не забываем, что вы добровольно, добровольно эти обязательства на себя взвалили или взвалили эту работу. Для чего-то вам это будет нужно. Для какой-то цели. Возможно, вы расчищаете себе таким образом путь к какой-то новой цели. К новой задаче. Вот, вы знаете, мне эта карта вот в данный момент почему-то напомнила, когда человек собирается уволиться, да, более того, не просто собирается, он уже решил, и, возможно, даже есть уже какие-то намётки, новые места, и он начинает наводить порядок. порядок на своей старой работе, расчищать, убирать всё лишнее, подчищать свои какие-то промахи и прочее, прочее. и, естественно, получается, как бы запарка. Тут ещё, если уже, как говорится, заявление положено, вполне возможно, что передача дел это тоже ещё та морока. И вот эти обязательства, они как раз с одной стороны вынуждены, но с другой стороны спровоцированы вами добровольно. То же самое может касаться, кстати, и отношений. Если вы собираетесь разорвать с кем-то отношения, но не хотите, чтобы это было резко, а как бы вот так вот постепенно, но окончательно. В данном случае тоже нужно пройти некий этап. Ну, сюрпризом, конечно, может в данном случае, я имею в виду отношения, явиться то, что у вас такая возможность появилась. Расстаться по-хорошему, выполнив ряд условий. Также это может касаться, знаете, когда вдруг вам предложили некую работу, авральную даже, возможно, работу, но сказали, что если вот выполнишь срочно, то будет тебе такой-то бонус, будет тебе такая-то доплата или ещё какие-то привилегии, какие-то, понимаете, бонусы, да? И вы, взвалив вот эту всю ношу, неожиданно свалившуюся на вас, преодолеваете через «не могу» все препятствия, все тяготы, но тем не менее, вы знаете, что у вас уже виден выход и видна цель, ради чего вы это делаете. Но, опять же, в данном случае это получается, учитывая, что это сюрприз, что это именно неожиданное появление вот такой возможности. Ну, я думаю, у каждого из вас свои ситуации. Вы просто перенесите их на себя и вполне будет понятно. А ещё лучше посмотрите на эту карту и не исключено, что вам откроются неожиданные моменты в ней, неожиданные сюрпризы вы увидите. Ну, хорошо. Давайте теперь посмотрим, что там с тайнами. Верховная жрица. Как говорится, вот она и тайна. Вообще, конечно, если вернёмся мы с вами к позиции настроя, настроения, да, и пробежимся по сферам вашей жизни, в принципе, обратите внимание, да, идём к победе. Намерение что-то достигнуть, получить. Вот, пожалуйста, в отношениях перемены, в профессиональной деятельности тоже уже задумались, варианты перебираем. Атмосфера в доме тоже навели порядок. С деньгами уже задумались, уже изыскаемые варианты, понимаете. В отношениях с другими наводим порядок, уже появились новые контакты, обновления, да, и сюрпризы с тайнами. Тоже намекают на то, что, в принципе, всё, что будет происходить в сентябре, как бы идёт с подачи, с вашей подачи. Или те ваши намерения, они поневоле создают ряд событий, которых, ну, миновать никак нельзя, понимаете. Они с одной стороны вами спровоцированы, с другой стороны необходимо прожить, что ли, принять какие-то обстоятельства и прожить какие-то ситуации. Ну, ладно, вернёмся к тайнам, друзья мои. На позиции тайна выпала тайна. Верховная жрица, она всегда говорит, что да, тайна присутствует, причём очень даже серьёзная всё-таки верховная жрица. Может, эта тайна идёт со стороны какой-то женщины. Возможно, тайна связана с какими-то очень глубокими, глубокими корнями из прошлого. И не исключено, что каким-то образом в этом месяце вы коснётесь, коснётесь этой тайны. Ну, откроете ли полностью, тут, конечно, сложно сказать, но не исключено. Если только с подсказки кого-то. То есть, если этой тайной владеет какая-то женщина, да, может быть, может быть, что именно она и вам шепнёт о чём-то. Есть, и также может, конечно, вариант быть того, что у вас появится в сентябре тайна. Какая-то информация или какие-то ваши дела. может, тайно будете проводить какой-то магический ритуал в тайне от всех. Или займётесь тайными знаниями в этом плане, скрывая от других, не афишируя. Может и такое быть. Но, тем не менее, Верховная Жрица, она всегда ясно даёт понять, что сфера тайн в сентябре может иметь место быть. Ну что ж, давайте теперь совета спросим у Оракул Затмени. Итак, кандалы. Совет освободиться от чего-то. Либо от кого-то. Может освободиться от каких-то своих блоков, комплексов, зависимостей. в зависимости от вредных привычек или зависимости от людей. Развязать какие-то узы, которые вам мешают. Расстаться с чем-то с таким, что является не просто препятствием вам на пути к чему-то. Непроходимой стеной, я бы так сказала. Ну тут очень явный такой совет, друзья мои. Тут, по-моему, даже комментировать-то особо не стоит. Я думаю, каждый из вас, если присмотрится к этой карте, он сразу поймет, о чем идет речь, от чего вам нужно избавиться. Может быть, конечно, может быть и такой вариант, что вам нужно будет освободить кого-то. Может вы на кого-то надели кандалы, в зависимости держите. Поэтому подумайте. Может пришло время освободить этого человека. Ну, я думаю, вам виднее. Вот такие у нас получились интересные моменты в сентябре. Ладушки, на этом я закругляюсь. Мне остается пожелать, конечно же, обязательно здоровья, взаимопонимания, любви, благополучия, достижения всех побед, которых вы себе напланируете в сентябре. Ну, а самое главное, будьте счастливы. И до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...